Здравствуйте, Светлана! Так и хочется сказать, добро пожаловать в Лос-Анджелес. Хотя вы живете в Лос-Анджелесе, но довольно редкая гостья в нашем городе, все время гастрольные поездки. Я рад, что удалось как нам пересечься. Мы вот с вами встретились в довольно неожиданном месте, аргентинский консулат, и вот надписи на ваши гастрольные афиши на испанском языке. Почему это так? Потому что я в последнее время часто езжу в Аргентин, хотя я туда езжу уже 10 лет, но в последнее время, наверное, особенно часто. И Аргентина для меня это особая территория, это не просто очень красивая страна, где живут красивые люди, где живет моя семья. Это прежде всего страна, где звучит потрясающе красивая музыка. А музыка это то, мимо чего я пройти не могу в своей жизни, и, конечно, мой репертуар постепенно полнится прекрасной латиноамериканской и испанской музыкой. Этот плакат из прошлого или из будущего? Это из прошлого, но будущее на подходе. Я в конце апреля вновь буду в Буэнос-Айресе и буду выступать в самом большом зале Буэнос-Айреса. Так что немножко волнуюсь и готовлюсь к этим концертам. Ну, успеха. Я слышал, что вы недавно вернулись из гастрольной поездки по Израилю, и, в общем, слава донесла, что гастроли прошли очень успешно. Да, это правда. У нас было 12 концертов в Израиле, и должна сказать, что это было абсолютно незабываемо. Прежде всего, потому что это новая программа с совершенно великолепными музыкантами. Это было такое наслаждение работать с такими музыкантами. Каждый концерт просто два с половиной часа непрерывного счастья. Музыканты Мадонны, которые работают с ней в ее международных турне, плюс еще один музыкант, которого мы нашли в Израиле. И он звезда израильской эстрады Томар Коэн, которого мы привезем с собой сюда на гастроли тоже из Израиля. Просто мы уже без него не можем. Вообще, хочу сказать, что это было просто действительно счастье для нас, для всех быть вместе и вместе быть на сцене и играть. Да, здорово. Мы плавно перешли к гастрольной поездке в Соединенных Штатах. И ближайший концерт, который состоится в Лос-Анджелесе, это 2 июня, правильно? 2 июня. Мы начинаем с Лос-Анджелеса. 2 июня Вилшир Эбл Театр, где будет представлена вся эта новая программа, конечно, включая латиноамериканскую музыку тоже, и цыганскую, русскую, и, естественно, еврейскую. Это основа моего репертуара. То, что составляет, и составляла, и будет составлять основу моего репертуара. То, на чем я стою. И все это просто мы хотим показать нашим зрителям и слушателям. Что вы хотите сказать в этом обращении к вашим зрителям в Лос-Анджелесе, да и в других городах США? Хочу сказать, ребята, такого еще не было. Приходите, очень ждем. Ну, я уже тоже с нетерпением жду этого концерта. 2 июня в Вилшир Эбл Театре в Лос-Анджелесе. Это будет начало вашей гастрольной поездки. Успехов и спасибо за то, что мы пообщались. Спасибо.